«В те времена, когда Маралик был районным центром, никакой центр не славился такой красотой». В памяти дедушки Альберта ещё свеж образ цветущего и красочного города Маралик. Советский гигант рухнул и унёс с собой былую славу города. Городу принадлежит 1800 гектаров земли, и вопрос семян и удобрений здесь стоит боком. «У нас плодоносная земля, очень щедрая, но в последние годы урожай сократился. Мешок удобрений стоит 10 тысяч драмов, а у людей нет возможности на подобные траты. Например, у нас нет противоградовых сеток. Стоит граду ударить в раз – урожаю не быть». От земельной делёжки перейдём к здравоохранению. Глобальная проблема для города – это местная больница. С 2010 года стационарное отделение больницы закрыто, а жители Маралик лечатся в Гюмри. «Больница всегда нам помогала, спасала людей. А то, пока больного довезёшь до Гюмри, он может и не дожить». Уже есть договорённость с Министерством здравоохранения, чтобы после улучшения условий эксплуатации в здании нас обеспечили нужной современной аппаратурой. И когда программа будет считаться законченной, со стороны правительства разрабатывается система, чтобы больница стала примерной». Здесь продолжает действовать лучик света. Это Мараликвская хлопкопредельная фабрика. Согласно обещанию президента, уже больше двух лет действует предельное отделение. Конечно, не во всей своей мощи, зато обеспечивает рабочие места. «Мы получаем хлопок, разного рода нити, пряжу. На этой производим носки или другое, в зависимости от того, что требуется». «Мы производим матрасы, подушки, спальные мешки, нижнее бельё для военных». «Слава богу, время удачное, и у нас есть заказы на весь год». «Слава богу, время удачное, и у нас есть заказы на весь год».